Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я думаю, нет в этом зале присяжных, которые не слышали бы это слово «авилумаб». Оно звучит даже красиво. Этот стандарт основан на данных рандомизированного крупного исследования «Джевлин Блада 100», где «авилумаб», поддерживающий терапию, сравнивался с наилучшей поддерживающей терапией. Уважаемый суд, хотим ли мы сесть вот в эту яму? Посмотрите на картинку слева. Это кривая общей выживаемости больных метастатическим раком мочевого пузыря в Российской Федерации. В то время, когда не было у нас «авилумаба», прогибается. А теперь посмотрим на вторую картинку справа. Это картинка из исследования «Джевлин Блада 100». Невооруженным глазом мы видим, что стандарт делает свое дело. И эти жизни мы могли бы спасти еще тогда. Вот те, которые закрашены. К сожалению, не было препарата, но сейчас он есть, и мы должны его использовать. Кроме того, мы видим, что в плане общей выживаемости в регистрационном исследовании «авилумаб» достоверно снижает риск смерти. Запомните эту цифру – 24 на 24%. 24 месяца переживает половина пациентов. Разве это вас не убеждает? И только 15 в группе контроля. Не убеждают медианы? Давайте посмотрим на трехлетнюю общую выживаемость. Сколько пациентов переживет три года в России? Что мы имели? Три года переживает 10%. Нравится? Кому 10% нравится? Республика Казахстан. Аналогичное исследование с нашим. АСУРК три года переживает 10%. Используя «авилумаб», стандартную опцию поддерживающей терапии, мы можем в четыре раза увеличить число пациентов, которые переживут три года. И она достигнет 36%. Опять же, данные сравнимы без всяких статистических изысков невооруженным глазом. Ну, вы скажете, три года, чего там ждать? Давайте посмотрим на один год. 71% больных переживало в исследовании джевлин на «авилумабе». 34% в России без «авилумаба». 31% в Казахстане без «авилумаба». И половина, если мы посмотрим на медианы, не переживала вообще медиану, если мы говорим о исследовании УРУ и АСУРК. Соответственно, медиана лучше. Однолетняя общая выживаемость лучше. Трехлетняя общая выживаемость лучше. И почему? Потому что мы, не мы, а в этом исследовании использовалась стандартная терапия с «авилумабом». Но вы скажете, а если мы посчитаем время от начала самой химиотерапии, а потом уже «авилумаб», может быть, данные будут другими? Нет, они оказались еще лучше. Медиана общей выживаемости, если мы считаем от начала химиотерапии плюс «авилумаб» 29,7 месяцев. Скажите, когда мы еще имели такие данные? С чем мы должны спорить? Должны ли мы отменить «авилумаб»? Нет, потому что длительное использование «авилумаба» достоверно увеличивает медиан общей выживаемости. В частности, в этом исследовании она даже не достигнута у пациентов, которые получали «авилумаб» дольше, чем 12 месяцев. Уважаемые судьи, точно давайте не будем принимать такие аргументы, как «а что делать, если мы не можем долго провести химиотерапию и ограничиваемся тремя циклами?» Или наоборот, вот мы провели 6, а дальше все будет хорошо. Во всех подгруппах показано, что длительность назначения химиотерапии не повлияла на эффективность «авилумаба». «авилумаб» все скрасит. Короткая химиотерапия, средняя химиотерапия, долгая, везде достоверное преимущество в пользу «авилумаба». Мы не должны принимать такой аргумент, что осрочка в терапии «авилумабом» опасна. Вот сейчас мы проведем химию и просто будем ждать. Почему? Потому что мы не можем быстро получить препарат аукционы, заказывать и так далее. Ну и не можем, но можем подождать. Посмотрите, через 8-10 недель после химиотерапии назначение «авилумаба» опять же скрашивало эту ситуацию. и полученное достоверное преимущество в пользу «авилумаба» по общей выживаемости. Опять же, кто-то говорит, что долго использовать «авилумаб» как стандартную опцию невозможно из-за нарастающей токсичности. Этот аргумент мы также не принимаем. Спустя 12 месяцев только 10% больных имели серьезное нежелательное явление. Такой же процент имела на начале, на старте терапия «авилумабом». Поэтому эта стандартная терапия очень хорошо переносится. Вторая когорта пациентов – это пациенты, которые не могут перенести платину. Что делается? Дается карбоплатин. И все. Это уже нестандартная опция и давно нестандартная опция. Ведь и этим пациентам мы можем скомбинировать гемцитабин с карбоплатином и дальше продолжить «авилумаб». Слева 25 месяцев – это результат общей выживаемости для гемцис, справа 28 – для гемкарбо. Как мы видим, больших отличий нет, но есть отличия с контрольной группой. Кроме того, сейчас мы видим, что назначается просто карбоплатин, а потом «авилумаб». Соответственно, мы не должны стремиться к этой опции – гемцитабин и карбоплатин. А если пациент окажется с PD-L1-экспрессией, то результат будет еще лучше. Медиана общей выживаемости – гемцис, карба, потом «авилумаб» – 24 месяца у таких пациентов. Мы собрали собственные свидетельства, собственные доказательства. И доказательства – это российское исследование RAVE-блада, в которое включено на данный момент более 100 пациентов. Многие присяжные участвовали в сборе этих доказательств. Медиана выживаемости без прогрессирования в российском исследовании составила 7,5 месяцев. В регистрационном исследовании – 5,5. Минимум не хуже. При том, что я сказал, что некоторые пациенты получали просто карбоплатина, а потом «авилумаб», некоторые – цисплатина, а потом «авилумаб». Неважно. Главное слово здесь – «авилумаб». Если мы посмотрим на наших коллег в Японии, 6,1 месяц, результат повторяется, извините, и очень похоже на российские данные, и лучше, опять же, чем в исследовании Javelin. Крупное исследование Evidence, которое требует отдельного сообщения, тоже является доказательством эффективности стандартной терапии в реальной практике. Токсичность в реальной российской практике, опять же, минимум не хуже, чем в регистрационном исследовании, а даже лучше. 9% больных имеют серьезную токсичность третьей степени и выше, что, конечно, не может не радовать. Таким образом, я думаю, что никто не будет возражать против того, что стандартная терапия, химиотерапия с поддержкой «авилумабом» является наилучшей зарегистрированной опцией сегодня. Она эффективна во всех подгруппах пациентов, вне зависимости от длительности химиотерапии. Она эффективна в когортах пациентов, которые не могут получить цисплатин, но получают карбоплатином. Поэтому я настаиваю на том, что эта опция является опцией предпочтения, опцией выбора. Спасибо. Спасибо большое, Илья Валерьевич. Присяжные заседатели, у кого есть вопросы к Илье Валерьевичу? Может быть, кто-нибудь хочет спросить? Мы исчерпали в первой линии химиотерапевтические режимы, иммунотерапевтические. А что дальше? А дальше у нас есть две новых опции. Которые как раз тоже можно использовать на данный момент только после исчерпания ресурса химиотерапии и иммунотерапии. И мы знаем название этих препаратов оба на э. Да. Мы можем говорить об этом вслух. Они зарегистрированы. Энфортумаб, видотин. Я представляю. Вы настаиваете. И эрдофетинеп. Стандарт первой линии. Нет, мы с вами говорим о лечении всего. Ах, так, да? Да. Ну, например. Ну, мы их назвали. А вот как... Ну, ладно. Мы это поговорим после того, как Денис Георгиевич нам, видимо, расскажет о новых открывающихся перспективах первой линии химиотерапии. Продолжение следует...